СПОРТ, НАУК, ИСКУССТВА СПОРТ, НАУК, ИСКУССТВА Во многом совпадает с творческой группой Кинопроекта «Россия с нами не пропадет» Речь пойдет о том, что, собственно, является предметом занятия Многих участников творческой группы Кинопроекта «Россия с нами не пропадет» В течение последнего года А именно созданием объединения под рабочим названием Ассоциация по развитию спортивного кинематографа В чем, собственно, дело? Дело все в том, что творческая группа По ходу работы над кинопроектом Агитоцепонным, комедийным Где-то даже эксцентричным, где-то небанальным Возникшим по инициативе снизу По инициативе видеооператоров И по инициативе частных лиц Которые решили себя попробовать в области кинематографа Была взята тема женского любительского футбола И был создан небанальный эксцентричный видеопровод Мы очень рассчитывали на поддержку Как со стороны спортивных чиновников Так и со стороны некоторых объединений Профессиональных кинематографистов И в частности Некоторых профессиональных кинематографистов Частично наши надежды, наши чаяния оправдались Но нельзя сказать, что они оправдались В какой-либо очень высокой, очень глубокой степени Поддержка со стороны спортсменов И со стороны спортивных чиновников Была скорее скромной В основном это все ограничивалось Интервью и приветственными словами В адрес кинопроекта И несколько более существенной В виде выделяемых съемочных средств И в виде отдельной сценарной помощи В виде помощи в решении отдельных сценарных вопросов Помощь поступила со стороны некоторых представителей Традиционного кинематографа Имеется в виду те творческие студии Те творческие объединения Которые уже работали над документальными И художественными кинопроектами В то же время как-то ощутилось довольно-таки быстро Было не очень много шансов На какую-либо организованную поддержку Со стороны кинематографа Фактически не было То есть творческая группа во многом себя вела Просто буквально как слепые котята Этим сейчас объясняются большие сроки Проведения кинопроекта А не судите строго, тем не менее, это так В чем мы видели бы постановку задачи В чем мы видели бы путь развития нашего кинематографа О чем хочется сказать в преддверии открытия Очередного 21-го Красногорского фестиваля Спортивных видов С нашей точки зрения Все-таки Все-таки Несмотря на наличие таких Формальных И активно взаимодействующих С Министерством культуры В качестве автора фильма Объединение кинематографистов как студии Нужно Некое макрообъединение Под рабочим названием Либо ассоциация спортивного кинематографа Либо ассоциация развития спортивного кинематографа Здесь можно подавать различные голоса Здесь можно высказывать различные мнения Кстати, выдам одну маленькую тайну На заднем плане На заднем плане У нас идет видеоряд Который ваш покорный слугой Сделан на трех фестивалях В качестве маленькой ремарки Сейчас попытаемся провести В свете целей В свете путия спортивного кинематографа В свете тех задач, которые он может решать То есть, в первую очередь, все это задачи Агитация и пропаганды массового спорта Это первая задача Задача творческого самовыражения Очень талантливых фото-видеооператоров С целью запечатления самых ярких моментов нашего российского спорта С целью творческой реализации кинематографистов, сценаристов, актеров Давайте подумаем о том, как спортивный кинематограф выглядит на сегодняшний момент Как он может улучшаться, в какую сторону он может развиваться и так далее Всем общеизвестно, что он осознается достаточно быстро Достаточно быстро осознается вся схема функционирования спортивного кинематографа Возникает какая-то идея На основании идеи пишется некая сценарная заявка Так же, как для кинематографа других видов Под эту сценарную заявку идет или спонсоринг, то есть поиск спонсоров Или идет непосредственно поиск денег непосредственного государства То ли через Министерство спорта, что очень редко То ли через Министерство культуры Поскольку Министерство спорта едва ли можно назвать перчастным разведением кинематографа Собственно, такова печальная реальность Но это действительно так И после того, как появляется некое ощущение некой накопленной денежной массы Уже непосредственно кинематографисты приступают к работе на кинопроект Если это идет спортивная драма, то спортивная драма имеет шансы попасть на телеканалы Имеет шансы попасть в прокат И сюда попав, имеет возможность получить какие-то шансы на окопаемость Если это документально-биографический фильм То у него документально-биографических фильмов источник финансирования, как правило, строго ограничен заказом Теперь мы переходим на следующий жанр, который связан с некой репортажностью А репортажные фильмы – это фильмы очень красивые, очень хорошие, очень интересные Это те фильмы, которые должны, по идее, делаться быстро Фильмы, которые делаются быстро Это те фильмы, в которых может сполна раскрываться весь талант кинематографиста Фактически весь талант кинематографиста Которому его наделила природа В частности, там может присутствовать юмор То, что есть в России с нами не пропадет Что фактически очень редко присутствует в этих либо других репортажных фильмах Для того, чтобы организовать для этих фильмов пиар, хотя бы в виде интервью, хотя бы в виде взаимодействия с телеканалами, в виде отдельных праздников, отдельных киносеансов, отдельных праздников, которые связаны были бы с вечерами фильмов спортивного, было бы неплохо взаимодействие и с органами власти, и с какими-то спортивными организациями, с организацией педагогическими, с клубами болельщиков, с физкультурно-оздоровительным пьянением, с фитнес-клубами и так далее. Это было бы все очень даже неплохо. И было бы неплохо в виде оценки и заслуг, тем не менее, все что угодно. Может быть, отдельные памятные подарки, может быть, отдельные премии, то есть какое-то вознаграждение материальное, может быть, какие-то работы по продвижению фильмов с кинематографом, может быть, просто грамоты, может быть, просто какой-то простейший пиар и так далее. Тот факт, что среди спортивных кинематографистов должна быть некая структура, которая может для такого случая учредить какую-то отдельную премию. Эта премия может быть по-разному называться, но эта премия была бы неплоха. Вот, собственно, направление номер один, чем могло бы заниматься объединение кинематографистов. Как кажется вашим упакованным словом, я на уровне отдельных студий и на уровне отдельных кинематографистов этими видами деятельности заниматься было бы достаточно тяжело, значительно проще, с многих точек зрения, этим заниматься на уровне некого уже существующего объединения. Это пункт первый. Первое направление деятельности. Второе. Работа с уникальными видеоматериалами, работа с уникальными идеями, работа с доведением некоторых начатых, но незавершенных видеопродуктов до конца, работа многочисленных сценарных сшивок. Ну, например, мы можем ли, допустим, о плавании, о волейболе, о городках, о керлинге, о крикете и о других уникальных видах спорта рассказать в рамках одного кинематографистов. Более-менее ясно, более-менее понятно, что есть очень много способов различных сценарных сшивок, но как-то очень хотелось бы заниматься на более-менее глубоком уровне. Вплоть до того, что, может быть, где-то даже пытаться проводить свои питчинги. Сейчас питчинги проводит Министерство культуры. Может ли возникнуть инстанция, которая аналогичной питчинги проводила бы для спортивных кинематографистов? Это открытый вопрос. С точки зрения вашего покорного слуги, это было бы второе направление для деятельности. Третье направление деятельности. Очень часто для тех или иных видов спорта появляется определенная совокупность кинем видеоработок. И очень часто, что самих функционеров, учитывая то, что по ряду видов спортов наш спорт испытывает очень большой дефицит финансирования, ну, фактически, очень тяжело самим представителям этих видов спорта заниматься вопросами организации конкурсов на лучшие фото-видеопродукты. Вот здесь вот как раз объединение кинематографистов и могут помочь в решении данной задачи. Это, позвольте повториться, третье направление деятельности. Четвертое. Это хорошо, что в нашей стране где-то проводятся вечера спортивных фильмов. Это очень хорошо. В самой России были известны фестивали спортивных фильмов примерно в трех городах. Это Красногорск. Он находится в окрестностях Москвы. И не в последнюю очередь из этого. Это стало хорошей традицией проводить кинофестиваль. Московство, подмосковное. Именно по таким названиям. Были еще фестивали в двух городах. Эти города – это Липецк и Тольятти. Но и там, и там инициатива угасла. Имеет ли смысл проводить праздники фильма спортивного так, чтобы это было интересно для многих? С моей точки зрения, это мероприятие вызвало бы в регионах не меньший интерес, чем вызывали бы отдельные спортивные мероприятия. Другой вопрос. Кто выступал бы в роли инстанции, которая бы взаимодействовала между инициативой, которая возникала бы в регионах, с одной стороны, и тем объединением кинематографистов, которое было бы в курсе того, какие видеопродукты можно было бы на подобного рода праздники представлять. Совершенно логично, с моей точки зрения, постановка вопроса, что можно считать четвертой причиной необходимости создания горизонтального введения кинематографистов. Ну и пятая причина, казалось бы, чисто внутреннего мира фотографов и репортеров, и кино-видеооператоров, которые причастны к спортивной теме, она касалась бы того, что было бы неплохо отмечать среди них самых лучших, самых активных, это видеоблогеры, это фотографы, это видеооператоры, это монтажеры, это отдельный канал на различных видеохостингах и так далее. Вот это было бы действительно заниматься неплохо, этот пятый вид деятельности, который, позвольте отметить, в качестве такового. Хочется заметить, что при Советском Союзе, при Союзе кинематографистов Советского Союза, было объединение спортивного кинематографа. Лидером был Герман Климов, которого, к сожалению, в начале этого, 2023 года, уже не стало. И, дорогие друзья, дорогие зрители этого виде материала, дорогие спортивные болельщики, дорогие представители органов власти, дорогие функционеры, дорогие граждане России, дорогие тренеры, дорогие спортсмены, дорогие граждане других стран, являющиеся друзьями России, дорогие граждане других стран, считающие себя друзьями России, пожалуйста, мы вас просим. Высказывайте свое мнение в комментариях к текстовому материалу, который выставлен на Дзен канале, в комментариях к этому видеоматериалу. Все необходимые ссылки мы вам предоставим. Большое спасибо за внимание.